Громкая отставка в Великобритании. На волне обвинений в коррупции со своего поста ушел глава BBC Ричард Шарп. Независимое расследование, заказанное радиовещательной корпорацией, установило, что бывший банкир Шарп, назначенный на подглавы BBC, нарушил правила и скрыл от Совета директоров свои тесные финансовые связи с Борисом Джонсоном. Между тем, именно бывший премьер-министр как раз и принимал окончательное решение о назначении Шарпа в BBC. Подробности сообщила наш лондонский корреспондент Елена Балаева. Сегодня Ричард Шарп заявил, что хоть он и считает, что его поступок был непредумышленный и никаких правил он не нарушил, но все равно, чтобы не наносить вред всемирной радиовещательной радиокорпорации, он решил уйти в отставку, чтобы BBC не обвиняли потом в предвзятости. О чем, собственно, скандал? В январе этого года стало известно, что глава медиахолдинга BBC Ричард Шарп помог оформить гарантию на кредит, кредит в 800 тысяч фунтов стерлингов Борису Джонсону. Но на самом деле Ричард Шарп в прошлом он был настоящим банкиром в компании корпорации Goldman Sachs, и вообще он лично дружил с Борисом Джонсоном и помогал, кстати, партии консерваторов, ни много ни мало, помог им существенным взносом в 400 тысяч фунтов стерлингов. Выяснилось, что он в прошлом Борису Джонсону действительно помог оформить такой кредит, он не сам эти деньги давал, но выступал как бы поручателем. Он познакомил Бориса Джонсона с одним канадским миллиардером, он пригласил их, буквально устроил такой совместный обед, на котором Борис Джонсон попросил этого канадского миллиардера о помощи, и тот оформил ему такой большой кредит. Борису Джонсону в 2020 году нужны были эти деньги срочно, потому что у него был развод, у него появились новые дети, он собирался еще раз жениться. Кроме того, он тогда на Даунинг-стрит затеял большой ремонт, и ремонт тоже обошелся ему в копеечку. В общем, Борис Джонсон, как обычно, нуждался в больших деньгах, и Ричард Шарп, его друг, ему помог найти эти деньги. Все бы хорошо, но дело в том, что именно тогда Ричард Шарп был на финальной стадии отбора для руководства Би-Би-Си. Он уже прошел все процедуры отбора, и его многочисленное, конечно, интервью, для того, чтобы получить должность, которая, кстати, должна быть одобрена как раз премьер-министром, и на финальной стадии интервью Ричард Шарп как раз находился. Буквально после того, как этот обед с участием Ричарда Шарпа, Бориса Джонсона и канадского миллиардера состоялся, после этого прошло всего две недели, и Борис Джонсон в качестве премьер-министра, который как раз является конечным, последним человеком, кто должен одобрить кандидатуру на пост главы Би-Би-Си, он как раз и одобрил эту кандидатуру к кандидатуру Ричарда Шарпа. Вот в январе этого года об этом стало известно. Ричард Шарп, после того, как тут же послышались призывы ему уйти в отставку, стал... Но он не стал говорить, что он не знаком с Борисом Джонсоном, конечно, отрицать этого он не мог, но он стал говорить, что действительно обед такой был, где он знакомил своего старого друга с другим другом-миллиардером, но, как он сказал, в данном случае он просто одну сторону познакомил с другой и никакого отношения к деньгам не имел. Но, конечно же, людям, которые известны, знакомы с тем, как обстоят дела в подобных случаях, сделках и финансовых договоренностях, понимают, что речь шла не просто об организации обеда, а о привлечении средств для бывшего друга, который по совместительству является премьер-министром Великобритании. И вот, начиная с января этого года, Ричард Шарп в ответ на многочисленный призыв уйти в отставку отказывался уйти в отставку и говорил, что он ничего не скрывал, а то, что на интервью он не сказал о своем близком знакомстве и помощи Борису Джонсону, так это потому, что у него об этом прямо не спросили. Но, в любом случае, сегодня, когда было объявлено о результатах независимого исследования, само BBC это исследование заказала, чтобы посмотреть, действительно ли был кодекс поведения нарушен, действительно пришел ответ, что кодекс нарушен, и Ричарду Шарпу ничего не оставалось делать, как уйти в отставку. Но, тем не менее, на своем посту он будет временно оставаться до июня этого года, до того момента, пока не назначат нового руководителя BBC. Но, на самом деле, конечно же, многие будут задаваться вопросом не о том, как Ричард Шарп получил эту должность руководителя BBC, потому что уже теперь понятно, как он получил эту должность, а делал ли он еще какие-то одолжения тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону, уже когда получил должность главы BBC, то есть с 2020 года, оказывал ли он ему еще какую-то помощь, были ли какие-то еще сделки или советы. Но, в любом случае, конечно же, это наносит огромную тень на всю корпорацию BBC, хотя глава BBC не принимает, как такового, участия в информационной политике телерадиокомпании, но, тем не менее, вся эта история показывает, что на верхушке руководства BBC находятся люди, которые не пытаются сохранить независимую позицию, даже совсем не пытаются, они явно являются сторонниками одного лагеря, и в данном случае лагеря Бориса Джонсона. Наш лондонский корреспондент Елена Балаева об отставке главы BBC. Штатный корреспондент Валентин Богданов Всем здравствуйте, это Вести ФА, мы канал Первый о главном, можете нас не только слушать, но и смотреть, заходить на наши ресурсы ВКонтакте, Рутюб, и начнем, пожалуй, этот выпуск нашей большой американской программы с лирической, но вот давайте еще фрагментик поставим. Я бегу за президентом. Где я иду? Где я иду? Я хочу выйти. Куда несет меня? Я хочу выйти. Вот туда. Это наш Трамп, что теперь шоу такие устраивают, срывает овации зала. Ну и, конечно, на связи Валентин Богданов, наш друг, коллега, журналист ВГТРК, прямо из Нью-Йорка. Рад приветствовать. Приветствую всех. Ну вот такие истории разворачиваются. Карлсон вроде бы вернулся, Байден тоже, считай, вернулся. Все возвращаются. Ну, Карлсон-то не вернулся. Куда он вернулся? Карлсон сидит без работы у себя в домашней студии, записывает видосики. Более того, появилась информация, что он до сих пор еще вообще числится сотрудником телеканала Fox News. Там странная история. То есть он как бы отстранен от эфира, его программа закрыта. Его контрактные обязательства или контрактные обязательства перед ним со стороны Fox News не урегулированы. Речь идет действительно о колоссальных деньгах. Мы знаем, что Такер Карлсон зарабатывал примерно 20 миллионов долларов в год. Ну, в Америке большие налоги, но тем не менее, да, то есть серьезные очень деньги. И, естественно, он будет делать все для того, чтобы урегулировать сначала эти денежные вопросы, а уже потом он будет себе искать точку приложения его талантов и его колоссальных возможностей. По сути дела, так как Карлсон, человек, который давно перерос любой телеканал, он сам себе телевидение, сам себе радио, сам себе медиа, что угодно. И это все понимают, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что какое-либо из консервативных популярных изданий в Соединенных Штатах, будь то там Сайдблейз, Дейли Вайер или телеканал Ньюс Макс, сможет его заполучить. Но, во-первых, они его не подтянут. Если только Такер Карлсон по какой-то причине не захочет стать, ну, что ли, человеком, не знаю, политической карьеры, вот ему нужна будет... Ну, опять же, зачем? Он прекрасно может развивать свой YouTube. Если не заблокируют. Нет никаких проблем. Ну, не заблокируют, конечно, не заблокируют. Более того, никогда к нему не было претензий у YouTube. Это проблемы с менеджментом Fox News, конкретно с Рупертом Мердеком и его детьми. Разные версии. Одна из последних, которую я слышал, касается того, что в пятницу, вот последний его эфир был, соответственно, в прошлую пятницу, ровно неделю назад. Такер после этого, или этим же днем, вернее, вечером, вечерний эфир, да, днем он выступил на мероприятии Heritage Foundation и произнес речь, которая очень Мердеку не понравилась. Это была, ну, речь проповедника, а не журналистов. Он говорил о добре и зле, он рассуждал с религиозных позиций. Это якобы... Вообще не похоже на него было. Ну, как сказать, с одной стороны, да, с другой, он, в общем, человек... Человек на такой высоте может потерять пропорции мира, да, и пропорции ощущения, да, вообще от собственной роли. Я не хочу там защищать его или, наоборот, обвинять. Он такой, какой он есть. Это явление, это самый популярный американский ведущий. Но так бывает, да, когда человек находится на самой высоте, на Олимпе там очень разряженный воздух. Иногда может голова закружиться. Ты Трампа называл ошибкой системы. Вот Карлсон, по-твоему, тоже ошибка системы? Ну, и да, и нет, потому что он был человеком системы. При том, что он был ошибкой, он был системой. Просто сама система меняется. Когда-то он был нужен. Более того, Тайкер очень связан с Трампом. Ведь он появился на Fox News, его шоу появилось на Fox News в 2016 году. И это было осознанное решение тогдашнего руководства. И этого же, на самом деле, руководства, как и сейчас. Там менеджмент другой был, но владельцы те же самые. Тайкер на первых порах воспринимался как как раз голос, ну, вот этой новой Америки. До этого безголосой, до этого приглушенной, которую олицетворял Трамп. И которую Трамп выпустил в мир. Да, это вот Америка белых, бедных, Америка провинции, Америка одноэтажных городков, маленьких зарплат, клетчатых рубашек, больших джипов. Заметь, как он одевается. Это очень характерно. У нас на это никогда не обращают внимания. Тайкер копирует стиль одежды типичного синего воротничка. В Нью-Йорке так люди не одеваются. На больших американских каналах так люди не одеваются. Так люди не одеваются у нас в эфире. Это абсолютно не европейский стиль. Это такой вот стиль камеве ажора, не знаю, инженера из провинции. Он ходит в одной и той же рубашке, в одном и том же галстуке. Он даже своим внешним облаком показывает, как он близок. Притом, что, да, ирония, он супербогатый человек, но он показывает, что он вот там, да, этот миддл-класс, угнетенная Америка. Америка, которой не дают высказаться. Америку, которую все время давят либералы. Которую загнали уже почти, что, как говорится, под шконку, да. Простите за мой французский. Вот от имени этой Америки он и пытался говорить. Но что произошло сейчас? Наверное, потому что он все-таки разговорился. Ведь главной проблемой, второй или главной, или второй проблемой, был вот тот самый иск с Ньюс Макс. Потому что, ну, Трампа нет, да. Так или иначе, Трамп уже не президент. А Такер был таким голосом, продолжал оставаться Трампа. Есть, я думаю, что основная проблема тут вот в чем. Потому что начинается предвыборная гонка, и телеканал Fox News, скорее всего, просто не хочет быть площадкой для продвижения только интересов Трампа. То же самое, кстати, ну, в меньшей степени произошло и с CNN. Там же выгнали Дона Лемона, человека полного антипода Такера Карлсона, ультралевого. Но человека, который тоже создавал, в общем, смысл только в одну сторону. Сейчас очень такое непростое время. Америка поляризована. Посмотрим. То есть это начало большой, какой-то большой другой истории. Я лично думаю, что у него есть шансы уйти в политику. Тут мы знаем, например, что теперь... Это вот тоже новость последних каких-то, по-моему, дней, даже если не часов, что Илон Маск хочет запускать какой-то, по-моему, это будет называться X-проект, конкурент Ютьюба, но на базе Твиттера. Вот интересная площадка, да, если туда попадет Такер. Я думаю, там вот этот вот ролик, по которому мы смотрели, да, скрин из которого он же набрал 55, по-моему, миллионов просмотров. Гигантская совершенно цифра, да, гигантская. В общем, интересное время. И формально даже на этой неделе, наконец-то, мы дождались. Байден объявил о том, что он будет выдвигаться. Предвыборная гонка началась. Соединенные Штаты в нее вступили. Какая это будет гонка? Я думаю, что это будет гонка по совершенно новым правилам. Она будет не похожа ни на одну из предыдущих гонок. Все институты характерные, которые всегда... Всегда у выборов американских был очень четкий календарь, да. Было примерно понятно, когда праймерис. Сейчас вплоть до того, что они же даже календарь праймерис поменяли. К тому же, по-моему, будет не Айова с самого начала. Будут ли дебаты? Это тоже очень интересный вопрос. Вполне возможно, что нет. Потому что республиканцы уже говорят, а зачем мы будем дебатировать человеком? Кто бы ни был кандидатом их, Десантис или Трамп, зачем дебатировать человеком, который отвечает с помощью шпаргалок и за которого играет всегда команда тех ведущих, что ведут эти дебаты. Такое было на предыдущих выборах. То есть Байден оказывается в неком все равно вакууме. То есть это будет такая вот обмен ракетными ударами, если угодно, без прямой схватки. Институт американских выборов разваливается на глазах. Он начал разваливаться во время прошлых выборов, когда был огромный поток жалоб со стороны республиканцев по поводу того, были нарушения или нет. И уже не важно совершенно, были ли они или нет. Это вопрос веры. Вера в институт американских выборов у американцев уходит стремительно. Уходит быстрее, чем трансформируется институт этих выборов. И, как говорится, запомните этот твит или запомните этот стейтмент, это мое заявление. Но все идет к тому, что им придется поменять свою такую любимую имя, систему выборщиков и так далее. Потому что нет доверия к системе, система выборщиков кривая, странная, масса нарушений. Мое ощущение, что они все-таки поменяют, в следующий раз придут к всеобщим выборам. Просто будут считать по головам. Ну, как все считают. Вот сколько проголосовалось, кто ты президент. Это на руку демократам, кстати говоря. А там, глядишь, и конституцию поменять, чтобы Илон Маск тоже стал президентом. Ну, я ничего не исключаю. Мир меняется быстрее, чем мы вообще можем представить. Вообще, американцев лишают большого шоу все-таки в плане этих выборов. Потому что, если не будет дебатов, это значит не будет шоу. Ну, все будут смотреть, кто сколько раз с лестницы упадет, и все. Шоу будет, шоу будет во всех местах. Шоу может быть на улицах, шоу может быть в эфирах. Тут вопрос даже не в этом. То есть, просто традиционные форматы умирают. Умирает традиционное американское телевидение. Почему он уходит с Fox News? Почему он не плачет, а улыбаясь, катается на своем гольфкаре с женой Сьюзан, выезжая из дорогого дома за 5,5 миллионов долларов в Флориде? Потому что у него все хорошо. Он и без телевидения проживет. Американское телевидение теряет аудиторию. Новые площадки приобретают. Интернет, YouTube, Twitter, что угодно. Сегодня можно быть лидером мнений. Взять Трампа, да, все крича. Он обязательно вернется в Twitter. Он обязательно. Он вернулся? Нет. Он пользуется своей соцсетью трус. Да, там пока меньше подписчиков. Да, наверное, в какой-то момент он вернется на более традиционной площадке. Но он же не побежал ни на Facebook, хотя разрешили, не побежал в Twitter назад. И тем, конечно, кажется все диким, да, возраст вот этих всех людей. Потому что, ну вот, Трамп смеется над ним, да. И заслуженно, действительно, у Байдена такой, по-моему, очень серьезный когнитивный спад наблюдается. Это просто происходит прям вот от месяца к месяцу, да. Видимо, по мере увеличения нервной нагрузки. Но ведь и сам Трамп человек немолодой. Он там его младше на сколько? На 4 года, да. Этот 42-го, а тот 46-го. Ну, хорошо, сейчас Трамп в форме. Будет ли он в форме через год-два? То есть для них, для обоих, это, конечно, последние выборы. И для того, и для другого. И поэтому Ники Хелли выступает в роли Кассандры. И поэтому Ники Хелли, да. Или в роли Кукушки, которая говорит, что сколько Байдену жить осталось, что он не доживет. Но самое главное, что американцам оба они надоели. То есть вот с данных опросов показывает, что большинство людей не хотели бы ни того, ни другого. Вообще бы не хотели повторения этого сценария. Потому что это топтание на месте, да. Страна столкнулась с огромным количеством вызовов. Мир дезинтегрируется. Экономическая оболочка меняется. Глобализация заканчивается. Сейчас нужны люди с другой энергией, с другими возможностями, с другим пониманием. А эти два человека заняты только тем, что они тянут друг у друга. Пытаются перетянуть вот этот вот звездно-полосатый, я не знаю, синий-красный канат. Чего ради? Ну, пока они его тянут, они затягивают тем самым петлю на шее Соединенного Штата. У меня такое ощущение. Ну, я видел заголовки такие. Они кричащие, вопящие в американской прессе. Что у нас за кандидаты? Один псих, другой рухлить. Вот примерно так это звучало. Действительно, выбор-то какой-то странный получается. Ну, оба показали себя. Оба показали. Люди уже прожили при Трампе, да? Люди прожили теперь при Байдене, да? Люди примерно понимают, что будет дальнейший раскол, поляризация страны, набор каких-то хаотичных, по большому счету, идиотских решений. Только в одном смысле, с одной идеологией, с другой, с другой. Трамп говорит очень правильные слова, да? И под ними, под ногами можно просписаться и сказать, да, это хорошо. Но говорить правильные слова, это еще не значит быть хорошим президентом. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем вообще они так сейчас торопились с этим выдвижением. Потому что они себе сами закрывают пространство для маневра. И, да, Ники Хелли, если уж мы ее вспоминали, вспомнили, ты ее вспомнила, она говорит очень вверхную вещь. Поймите, ну вот случится с ним что-то, дай бог здоровью, да, ну там, жив, не жив, ну мало ли что может случиться с человеком в возрасте 82, там, 83 года, 84, 85. Что угодно может случиться президентом будет Камала Харрис, а это вообще, ну, как бы беда, да? Причем даже для всего мира, ну, прям беда, да? Ну, это человек некомпетентный, неподготовленный, выбранный исключительно по каким-то совершенно диким, там, предвзято российским принципам, что она, там, чернокожая. Придумали, что она якобы афроамериканка, не афроамериканка, она вообще, там, кто-то с Ямайки родители, потом индийские корни. Ну, в общем, это, ну, такой вот, как сказать, чтобы не обидеть, да, ну, такой вот политический гибрид, политический гибрид, политический мутант, если угодно. И, ну, мутанты не жизнеспособны. Приход ее к власти, конечно, создаст просто страшный хаос и турбуленцию вообще на Вашингтонском агенте. Это, ну, это невозможно, да, этого не должно быть, потому что этого не должно быть никогда. И, и понятны опасения, да, таких людей, как Ники Хелли. Ники Хелли как раз вот этот вот самый, тот самый дипломированный американский такой патентованный дипстейт, да, она была там по спредам при ООН. Если у нас, кстати говоря, есть время, я думаю, что стоит поговорить. Очень много реакций было и вообще оценок визита Сергея Лаврова нашего министра. Ты был один из немногих, может, даже единственный журналист российский, который там оказался? Ну, нет, это не так. Там у нас есть российские журналисты, которые работают здесь. Это постпреды, вот, да, это уже Сергей Лаврович уезжал, вот, простились, поблагодарил за работу. Это очень приятно. Но перед этим была большая пресс-конференция его, есть ребята в корпунктах, но безобразно поступили, как говорила Мария Захарова. То есть выдали визу, но выдали их, когда уже самолет улетел, потом начали рассказывать, что они могли бы добраться своим ходом. Наверное, могли, но теперь добраться своим ходом в Нью-Йорк можно только через, с помощью перекладных, там, через Ташкент, Стамбул, не знаю, любой вариант. То есть прилетели бы, да, когда уже, да, все бы закончилось. Ну, что сказать? Я самый, по-моему, красноречивый был репортаж на CNN, когда такая заведенная ведущая начала спрашивать корреспондента, ну, как там холодный прием Лаврова, вот стоит корреспондент CNN с таким каменным лицом, и говорит, вы знаете, совершенно все не так. Ну, как бы, есть там, как их сейчас, как сейчас модно стало говорить, страны глобального юга, да, но это не только глобальный юг, это и страны Латинской Америки, и Африка, и Азия, и еще, ну, да, наверное, южнее находящиеся страны. Ну, вот эти все страны очень хорошо и прекрасно относятся к России, к визиту Лаврова, и, более того, разделяют очень многие тезисы, которые были сказаны. Таким фундаментальным мероприятием был совбез по многосторонности в поддержку российских инициатив, направленных на защиту устава ООН, потому что, ну, ООН есть ООН, да, у нее есть устав. Если, как бы, мы хотим придерживаться каких-то основ, то надо, эти основы прописаны, они существуют. Не надо ничего изобретать. Если хотите изобретать, то тогда вам по другим адресам, не по адресам в Нью-Йорке. Будет ли штаб-квартира в Нью-Йорке сохраняться долго, тоже я не уверен, кстати говоря, потому что, ну, становится понятно, что пребывание здесь, в всемирной организации, оно часто искусственно ограничивается теми же Соединенными Штатами. Вот история с визами очень характерная, есть и другие истории, да. В подробностях ответил Лавров на ряд претензий, которые прозвучали, и я уже это говорил. Мне очень понравился его ответ одной ирландской журналистке, которая на пресс-конференции тоже там пыталась напирать по поводу Украины. Он замечательно, я считаю, привел пример. Он сказал, что, скажите, а вот как бы вы бы реагировали, если в Ирландии запрещали официально английский язык. И вот такие аргументы, да, Лавров прекрасный дипломат, он замечательно там владеет базой знаний, да. Но тут интереснее как-то в гуще наблюдать эмоциональный фон, да. Вот под спред США, которая там обещала изоляцию, все они... Я ее обзываю обычно бабушкой Карин Жан-Пьер. Ну да. И когда она приходит, и когда Лавров пришел на пресс-конференцию, во-первых, был, как всегда, полный зал, он всегда полный. Но меня удивила реакция очень многих ветеранов уоновской прессы, которые помнят Лаврова, там есть, ну, уже такие пожилые женщины, которые помнят Лаврова еще по спредам, да, когда это было еще до Чуркина. И абсолютно позитивный прием. То есть мы рады вас видеть, расскажите нам, как всегда интересно. То есть никакого вот этого флера, попыток там, ну, как-то дезавуировать. Все. Были какие-то, ну, выпады, какая-то местная молодежь, не очень там подготовленная, да, пыталась что-то вещать, но это все потонуло. И, как всегда, блестящие ответы, блестящие оценки, в общем, взвешенные по пунктам с привлечением и указанием соответствующих статей и номеров резолюции. В общем, предметно на таком уровне, на таком уровне, я честно скажу, это всяких комплиментов, но таких дипломатов там сегодня нет просто. А уж в Америке, у Америки тем более, потому что в Америке это политическая должность, да, постпред, туда назначают людей. Вспомним опять в третий раз Ники Хейли, которая вообще была без подготовки, ну, просто ноль, по нулям, да. Она пришла, она, по-моему, губернатором была какой-то из Каролина, может быть, может быть, Северной даже. Вот она пришла на эту должность, да, ну, как бы, ну, при всем уважении, ну, ладно, поработала пару лет, а Лавров 20 лет работает, да. Ну, вы с кем там вообще пытаетесь? Не, ну, понятно, вот, кстати, еще вот эта бабушка Карин Жан-Пьер, она ведь буквально через несколько часов после выступления Лаврова, который много говорил о многосторонности, ну, буквально проходит несколько часов, естественно, вот эта бабуля появляется в эфире СНН и тут же заявляет, что Россия, в общем, обвиняет в отсутствии многосторонности Россию. Ну, то есть, как бы, вот, конечно, эту скорлупу в Вашингтонскую, ее так не пробьешь все равно. Ну, это сейчас, вот, я говорю, что это время, сейчас, сейчас время прекращения любых диалогов, то есть мир превращается в набор таких больших пузырей, да, и коммуникации между этими пузырями нет. То есть они сами себя загоняют, вот, ну, в такой стеклянный шар, им кажется, что их всех видят, все видят, они всех видят, и поэтому, как бы, у них все хорошо, и это они там у нас куда-то, да. Но на самом деле нет, они сами уже сидят внутри вот этой маленькой своей скорлупы. Почему маленькой? Потому что, потому что, потому, потому что по всему, да, людей у них меньше, экономика G7 скоро, там, в прогнозном таком тайминге будет меньше экономик развивающихся стран, что еще, военный потенциал, что еще, да, то есть, кроме, вот, как сказал Лавров, перестаньте противопоставлять вот этот 1 миллиард вот этим 7 миллиардам, да, золотой, не золотым, все там 8 миллиардов, это золотые миллиарды, да, хватит, хватит толкать и пихать этот новый колониализм, от него тошнит всех, да, и какие бы вы там лорды не были, перы, сэры, да, все, вот эти ваши прихваты перестали работать, то есть, вы там продавали демократию, вы продавали какие-то идеи, все уже все поняли, да, этот трюк не работает, то есть, если наперсочник сидит у станции метро больше, там, месяца, потом его начинают бить, надо менять локацию, а так как локацию поменять нельзя, шарик маленький, ну, приходится делать вид, что, там, с нуля все это начинается, ну, не получится. Скоро вас будут бить, как говорил Остап Бендер, возможно, надо... Я только вспомнил, да. Спасибо, Валентин Богданов. Ваши белые кудры, и ваши седые кудри привелькаются, и вас будут бить. Спасибо, Валентин Богданов, время наше заканчивается, это штатный корреспондент прямо из Нью-Йорка до следующей пятницы. Штатный корреспондент Валентин Богданов Соловьев Лайф И снова здравствуйте, снова с вами Сергей Мардан, к нам присоединяется Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь. Алексей, приветствую. Да, добрый вечер. Вы как евангелисты беспилотной авиации, вам и карты в руки, потому что сам президент пообещал целый триллион на развитие целой индустрии БПЛА. А цифра умпомрачительная на самом деле, но вот для тех, кто не понимает, весь бюджет России, расходная часть, исчисляется тоже в нескольких триллионах рублей. Ну давайте все-таки точнее скажем, да, бюджет у нас 40 триллионов, все-таки не концердируем. Ну хорошо. Но я не ошибся, все равно исчисляется в триллионах, а тут целый триллион на беспилотную авиацию. Это на всю большую страну. То есть понятно, что и забот полон рот, и нужно вообще в принципе обычную авиацию там воссоздавать, и военные самолеты делать, и танки делать, все нужно делать. Но президент как бы специально провел совещание вот в этом технологическом парке и проакцентировал, назвал сумму. У меня вопрос простой. Вот эта вот сумма, ее кто-то просчитывал, вот это вот действительно близко к этому триллиону, либо это, ну такое как бы указание, не знаю, может быть членам правительства, промышленникам о том, что патронов жалеть не будем. Ну и сразу второй вопрос, чтобы в какое-то время вас не перебивать. То есть это что теперь? Вот наша русская вундерваффе на ближайшие 10 лет, строительство БПЛА? Ну народ богоносец, я думаю, уже принялся гадать, кто ж на этом украдет. Это само собой. Вот это теперь будет главной темой таких как бы кухонных обсуждений. Но я бы, раз уж про вчерашнее совещание, я бы вот на чем бы сфокусировался. Все-таки речь шла, заметьте, не только и не столько о военных БПЛА. Речь шла как раз в первую очередь о разного рода гражданском применении. Но надо понимать, что у любой гражданской технологии есть военный двойник. Но, тем не менее, в этом самом гражданском применении есть множество ниш, уже сегодня выпьющих, требующих какого-то такого технологического решения. То есть в первую очередь это, конечно, сельхозка. И сельскохозяйственные дроны – это одно из таких вот прям ударных направлений сейчас не только у нас в мире. Второе – это логистика, особенно в тех территориях, где нет дорог, а где они у нас особо есть. В-третьих – это мониторинг больших и сложных объектов, таких как трубопроводы, например. То есть беспилотия будет приносить прибыль с самого начала, как только оно начнет внедряться. И приносить прибыль не производителям беспилотников, а пользователям беспилотников. То есть тем компаниям, тем отраслям, которые начнут их применять для своих задач. Но, опять же, имея в виду военный аспект, вчера, например, я обратил внимание, что отдельно обсуждались транспортные беспилотники. В частности, говорилось о возможности перевозить с помощью аппарата вертикального взлета грузы до 200 килограммов на расстояние до 30 километров. Представьте себе, если бы в нашей армии сейчас был бы такой инструмент. Вот просто представьте, если бы они у нас в армии массово были сейчас. Не пришлось бы сдавать Херсон. Да, не было бы проблем ни с подвозом боекомплекта, ни с эвакуацией раненых с передовой. Ну, в общем, была бы совсем другая жизнь. Несмотря на то, что понятно, что это, в общем, девайс сугубо гражданского, по идее, вроде бы, назначения. Ну, у нас в стране, я имею в виду еще советскую страну, все оно, в общем, было. Помните, как старый советский анекдот по поводу фабрики по производству Беломора? Почему диаметр гильзы такой? Да, чтобы можно, да, и про макароны еще, да, чтобы можно было патроны к автомату Калашникова делать, да. Неизвестно, чего тут больше, шутки или не шутки. Вот, собственно, как бы, ну, давайте обсудим действительно то, о чем подумал сразу народ-богоносец. А кто все это будет реализовывать? В принципе, в стране существует промышленная и научная инфраструктура для того, чтобы не просто освоить, ну, в таком, в плохом смысле этот триллион, а освоить в нормальном смысле. Или это тоже придется создавать там с нуля условного? Давайте я бы не с инфраструктуры даже начал, а с того, что еще до инфраструктуры, а именно кадры. Людей вот есть столько, которые бы в достаточном количестве хоть что-то в этом понимали, хотели бы этому посвятить свою жизнь, свою активность, сделать это своей профессией, были бы полезны и пригодились в этом. Вот, если так разделить этот триллион, да, по головам. Вот сколько должно людей, да, составить эту новую, отсутствующую ныне отрасль экономики? Проблема, понимаете, если мы сейчас упремся в инфраструктуру, то мы начнем, знаете, плодить инфраструктуру, то есть мы начнем создавать, как это, ну, большое количество разных физических объектов, будет все как с нацпроектами, да, особенно вот в нулевые, помните, как с нацпроектами было, когда тоже решили, что в первую очередь железо, и навезли большое количество там сложной медицинской техники в врачебное учреждение, которое было некому пользоваться, да, с каких-то вундервафф, значит, в систему образования, которые тоже там стояли. Я был тогда в одной из комиссий, которая, значит, реквизировала, ревизовала результаты нацпроекта образования, и обнаружил одну школу в Горном Алтае, в сельском районе, где был проведен интернет по нацпроекту, но не было света, электричества. — Неплохо, неплохо. — То есть, вот в этом смысле я бы начинал с людей. Я бы начинал в первую очередь с того, что вот озаботиться тем, а сколько нам людей нужно для того, чтобы эта отрасль задышала и зажила. Причем разных людей. И инженеров, и предпринимателей, и ученых, и педагогов, и вот военных, конечно. Да, и пользователей, квалифицированных, ответственных пользователей, в том числе и заказчиков квалифицированных, потому что мы даже в СВО столкнулись с тем, что люди тратят деньги на дроны, не очень понимая, что они покупают и кому. И в итоге, так сказать, это либо покупают не то, либо не в том комплекте, либо оно приезжает и не работает. Ну, в общем, вот здесь, я думаю, все это будет в масштабе. Поэтому, мне кажется, узкое место — это люди. А, как бы, вот инфраструктура — это уже, что называется, второй вопрос. Это, как бы, вот... Там есть тоже о чем сказать, есть что сказать, есть что обсудить, но вот приоритеты давайте правильно расставим. Ну, давайте, хорошо, давайте расставим... Давайте начнем с приоритета, который вы обозначили. Вы задали риторический вопрос, а попробуйте дать на него нериторический ответ. Современная система высшего образования, начнем с кадров, она готова к тому, чтобы вот включиться в строительство с нуля гигантской новой индустрии? Ну, ответа нет, конечно. А Московский авиационный институт, например, там даже факультет маркетинга есть? Да, но вот, кстати, мы же тоже по своей специфике, как дронницы сталкивались с МАИ, очень интересно, как они учат операторов-беспилотников. Они их учат по своим авиационным стандартам, то есть, как это, восемь месяцев теоретической подготовки, потом тебя допустят к пульту. Смешно. Это долго, дорого, вот, очень серьезно, очень профессионально, но совершенно не соответствует запросу времени, как вы понимаете. А можете объяснить, коль мы коснулись вот такой абсолютно там конкретной ситуации, а почему так происходит? Это вот некий там исходный бак, ошибка в программе, как она, образовательной программе, либо сбой, в принципе, вот в том, как устроен конкретный, славный, великий институт? Или здесь все сразу? Или вообще людям там плевать на результат? Вот давайте посмотрим, допустим, на подготовку нашей армии на период до СВО. Вот сказать, что у нее не было беспилотной темы, была. 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 Но наши архитекторы военного строительства предполагали, что ключевая роль беспилотников – это большие машины. И, кстати, не только мы одни. То есть это вот Орлан и больше. Это вот туда же, куда Байрактары, туда же, куда наши там Орионы-Охотники. То есть такая вот здоровенная штуковина размером с самолет, большая, дорогая, сложная и так далее. А хитом вот в жизни, в реальности, на поле боя стали простые коммерческие дроны, придуманные для свадебных фотографов, тревел-блогеров и прочих несерьезных людей, но которые стоят дешево, которых можно производить много, которые нужны, ну, примерно всем. Да, и об этом, в общем-то, даже не думали, когда, собственно, занимались военным строительством. И я думаю, что у авиационщиков такой же подход. У них инерция мышления, что если ты уж поднял какую-то штуковину в небо, то это тоже должна быть очень большая, тяжелая, дорогая, сложная штука. И от того, что в ней нет человека внутри, а человек остался на земле и чем-то рулит, это мало что меняет. Это вот тоже... То есть тут надо до некоторой степени мозги переделать. Что сложно, если ты вот десятилетиями жил в определенной традиции. Причем надо ведь иметь в виду, что ты десятилетия жил в традиции, где самолеты, если и собирались, то это, в общем, самолеты на 80%. Или, я не знаю, там, больше или меньше были из импортных деталей. Ну, понятно, что мы говорим об этих пресловутых, там, МС-21. В первых, ну, и количество, которое производилось, не позволяло говорить о том, что вообще авиационная индустрия, соответствующая масштабам страны, вообще есть. Ее нету, на самом деле. И тут тоже есть вопрос. А, ну, беспилотная авиация, это все же вот часть, как мне представляется гуманитарию, вот некой большой индустрии, связанной с производством летательных аппаратов. А она может развиваться, ну, вот как-то отдельно от того, что Россия, учитывая пространство, точно, совершенно должна производить вот всю линейку самолетов, среднемагистральных, дальнемагистральных самолетов, чтобы он 11 тысяч километров мог пролететь? Ну, вот давайте вспомним, что вот еще когда не было такого бума темы беспилотников, многие годы была рефреном тема малой авиации, которая у нас была также благополучно провалена, в общем, как даже, ну, степень оснащенности, например, как раз Соединенных Штатов малой авиации галатируемой. Да, причем это же не только самолеты, это в первую очередь наземная инфраструктура, и аэродромы, и ремонтная инфраструктура, и техподдержка, и управление воздушным пространством, и школы, конечно. Вот, да, а у нас, несмотря на то, что... То есть у нас как раз Советский Союз был намного более продвинут в этой части, да, чем постсоветская Россия. То есть как раз у нас даже то, что было в сфере малой авиации в советские времена, оно все умерло. Вот я прямо сейчас нахожусь во Великом Новгороде, и завтра поеду на один из двух заброшенных аэродромов здесь, представляющий из себя поросшую травой бетонную полосу. Помните, кстати, фильм «Афоня», как он заканчивается? Он стоит на аэродроме, то есть трава, и вот какой-то маленький самолетик, и эти аэродромы были, ну, в общем, чуть ли не в райцентрах. То есть по количеству аэропортов, которым, ну, я помню, в Фейсбуке еще лет 10 назад, значит, политические хохлы постоянно предъявляли, что вы, Рашка, там ничего не можете, в Америке 2000 аэропортов, а в России их там, не помню, то ли 150, то ли 200, ну, не суть важно, то есть порядок понятен. Вот, собственно, в Советском Союзе, да, тысячами эти аэропорты исчислялись, да, травяное поле, сарай, в котором можно скрыться от дождя, и все. Ну, так а на таких пространствах как по-другому? Ну, ладно, это мы отвлеклись, и тем не менее, ну, и хорошо. Ну, и насколько вот эта история, она достижима, учитывая там невероятный масштаб сложности задач, которая стоит? То есть и самолеты делать, и беспилотники, и вертолеты еще делать надо, и космос надо тоже летать, потому что космическая станция все равно через 10 лет с орбиты сойдет. Ну, да, но сейчас тоже много разговоров, что космос тоже будет все больше беспилотным, а все меньше пилотируемым, поскольку не осталось никаких задач, которые не мог бы сделать робот, в общем, не обязательно нужен, собственно, человек на борту, а все сложности, связанные с его сопровождением там, в общем, и то есть, как ни странно, космос — это сейчас тоже про беспилотники. Это связанные вещи и связанные индустрии. Я бы, вот знаете, такой вот бренд поставил — «Покорение неба». В общем-то, мы делали какие-то шаги в этой теме, но по большому счету небо, оно до сих пор не наше. Кстати, когда мы дронницу здесь в Новгороде делали, я сказал в своем выступлении, что это удивительно, что мы вот тысячу лет, наши предки сражались за русскую землю, а теперь впервые приходится сражаться еще и за русское небо. Скажите, пожалуйста, а не закончится ли все это решением, да, таких простеньких, понятных, измеримых, достижимых задач, но вот на уровне того, что нам нужно сделать в конечном счете наш русский «Мавик», причем желательно из российских комплектующих, нам нужно сделать, значит, нашу вот полноценную герань из русских комплектующих, скопировать какой-нибудь там немецкий движок, и наш русский «Байрактар». Ну вот, чтобы этого не произошло, нужно сейчас вкладываться в две вещи. Нужно вкладываться, во-первых, в производство не самих дронов, от тех базовых узлов и компонентов, из которых их делают, то есть бесколлекторные движки, полетные контроллеры, радиомодули, оптические системы, камеры, да, привода к ним. Материал, соответственно, для корпусов, то есть включая, соответственно, современные новые материалы, потому что там вес играет, может быть, даже еще более критично, чем в обычной авиации, потому что они маленькие. То есть перейти от идеи, что производство беспилотников – это вот изготовление дронов, к идее, что вот отрасль – это в первую очередь производство базовых узлов и агрегатов. Напоминаю, какой банк сорвали в свое время те, кто понял в автомобилестроении, что главное – это не произвести конечные автомобили, а главное – это производить колеса, производить двигатели, производить трансмиссии, да, там, производить разные системы управления, автомобильную электронику и так далее. То есть возник автомобильная индустрия, да, претерпела революцию, когда сформировался рынок производителей комплектующих, и те предприятия, которые в него не вписались, а это, на секундочку, примерно весь американский автопром, да, вот знаменитый ржавый поезд. То есть американские автопроизводители, они не поняли, что теперь вот это все работает по таким правилам, и старались, и жили в старой парадигме, что вот они производят все у себя, и они один за другим все умерли. – Последний вопрос, у нас остается полторы минуты, хорошо, что вы привели в пример вот этот вот американский Детройт, а подобного роду задачу возможно в формате вот гигантских супергостехнологических корпораций, или эту систему придется разломать? – Короткий ответ, на выходе рано или поздно должна появиться мега-суперкорпорация калибра VGI, но для того, чтобы это произошло, мы должны пройти стадию ту же, которую прошла DJI, это нескольких тысяч разнообразных команд, разной степени квалификации, которые потом централизованно собирали в этот самый вот мега-холдинг. То есть невозможно взять и с нуля на ровном месте построить мега-корпорацию успешную в этой сфере, это ничем кроме распила не кончится. Мы должны пройти стадию такую конкурентную, и потом из этого должна вырасти компания мирового класса в этой сфере, интегрируя в себя лучшие кадры, лучшие технологии, лучшие команды, проекты и так далее. Алексей, спасибо вам большое. Мне кажется, в общем, у нас был очень такой непростой, но важный разговор. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Но мы с Алексеем не как с политологом говорили, а именно как вот с подвижником. Я употребил такое американское словечко «евангелист». Это вот в IT-индустрии его употребляют люди, которые двигают какую-то большую тему. «Популяризатор». Продолжение следует...